Всем привет! Сегодня я хочу рассказать о нашей поездке в Германию на Рождество. И мы планировали эту поездку более такой расслабленной, поэтому мы поехали не на машине, а автобусом. Мы пользуемся чаще всего переводчиком FlexBus. В этот раз мы бронировали поездку заранее, где-то за две недели мы уже спланировали все. Муж покупал билеты, бронировал жилье. Цена билетов именно у этого переводчика варьируется от времени суток. Например, мы ехали рано-рано утром, это было 7.20 утра, и мы взяли билеты, правда заранее, за две недели. Я не знаю, как ближе к этому сроку растет цена на билеты или нет, но знаю, что от времени суток цена варьируется. Мы брали 7.20 и нам обошелся довольно недорого. По 300 крон на человека. Это от Праги до Дрездена. Отправлялись мы с автовокзала в Варен и ехали мы до УЖД вокзала в Дрездена. Время в дороге 4 часа. Есть такие перевозчики, которые требуют билеты именно в распечатанном виде. Данный перевозчик принимает билеты как в распечатанном виде, так и в электронном виде без проблем. Единственное, что обязательно берите с собой паспорта и ID-карты, если у вас такого не имеется, потому что могут быть проблемы у вас. В автобус вас может быть и постит, но потом во время путешествия, во время поездки вполне может остановить полиция, когда уже выезжаете на территорию Германии и могут их проверить. У нас лично так и было. Последние две поездки у нас это нормальная ситуация. Они проверяют документы. Было избежание попадания людей на территорию Германии нелегально. После того, как нас высадили на территорию нашего вокзала, в районе нашего вокзала Дрездена, меня, честно говоря, он вообще не впечатлил. Я такая, ну и где эти достопримечательности, где эта красота, потому что мы уже наслышаны о том, что там очень красиво от наших знакомых, которые туда ездили, особенно в преддверии штуства, нового года. Все нам так рекомендовали Дрезден, Дрезден. Мы поехали на Рождество, потому что у нас был отпуск, было время. Вообще мы очень любим путешествовать. Я далеко не все выкладываю на своем канале. Мы очень много ездим в маленькие какие-то города на машине в основном. Но в этот раз мы решили поехать автобусом, чтобы не думать о парковке, не думать, не получать лишний стресс от дороги, от стояния в пробках, не тратить время на то, чтобы добираться от парковки до того места, где мы заселились, потому что не всегда, не всегда можно запарковаться на территории того места, где вы бронируете жилье. Либо же не хватает в Европе, вообще некая проблема большая с парковочными местами. Поэтому в этот раз мы решили без лишних заморочек, не ехать автобусом и просто отдыхать. Поехали мы на территорию жидовокзала. Вообще меня впечатлило этот жидовокзал, он какой-то старый, страшненький. И знаете, я вам хочу сказать еще такую вещь, что очень важна погода, которую вы поезжаете в город. Когда мы в прошлый раз ездили, например, во Врослоп, он нас встретил с такой солнечным закатом, очень солнечным, ясным днем, который шел уже на лубы и такой прекрасный закат. И мы провели где-то час, наверное, в автобусе. Мы ехали из аэропорта в город. И это был прекрасный час, потому что мы стояли в пробке, и мы успели насладиться этим закатом, этим солнцем, который освещал город, вот эти красивые здания, которые там по пути мы видели. Это такая мини-экскурсия получилась. Ну, и меня, как всегда, заносит не в ту степь, потому что я все-таки о Дрездене и о Рождестве. И вот в преддверии Рождества мы 24-го числа, мы решили выехать. Здравствуйте. Рано утром, 4 часа в пути, и мы утром приехали на Ажидавоксал, третий раз уже повторяюсь. И мы пошли заселяться нам было еще рано, у нас было 2 часа, и мы пошли погулять по городу. А когда мы начали уже продвигаться в сторону старого города, там уже начали... Там мы уже посмотрели, там мы уже, конечно, увидели и красивый торговый центр, и остатки предрождественских ярмарок, потому что многие такие вот мелкие ярмарки, скажем так, лавочки, которые украшены были к Рождеству, тоже подавали какие-то сладости рукодельные, какие-то вещи, игрушки, такие мини-маркеты, скажем так. Они уже собирались, их уже собирали, просто разбирали эти украшения, но все же мы успели попасть еще на Рождественскую ярмарку, которая проводит на площади. Это очень красиво, много всяких рукодельных игрушек со стекла, каких-то вышитых, да, это не ручная работа, полотенца, много всяких изделий ручной работы, в том числе игрушек, стекла, какого-то, игрушек из стекла, деревянных, разных всяких, много всякой еды, очень вкусно пахнет. Я вам скажу, в отличие от фражских, например, и вот в чешских ярмарках, здесь в основном пахнет колбасками, жаренными колбасками пахнет, и сважак. Сважак это как калинфейн, только он идет, это вино с яблоками, белое, красное вино, или же безалкогольное. Похоже на компот вишновый, его можно давать деткам, но он не вкусный. Я пробовала только безалкогольный, безалкогольный вообще не вкусный, не думаю, что особо вкусный алкогольный, я не знаю, насколько вкусны они в Германии, потому что мы алкоголь не употребляем, мы их не пробовали. Но люди покупают и продают у них, интересно, что не в одноразовых стаканчиках, а, ну такое тоже можно найти, в кружках, которые вы можете купить, в чашках, которые вы можете купить, заплатив за напиток и за саму чашку, оставить ее себе в подарок, вы ее покупаете, и поживернуть. А такая кружка, по-моему, стоит 2,50, и 2,50, 3 евро. И сам напиток тоже стоит 2,50, 3 евро. А у нас цены тоже приблизительно такие же, может, около 3 стакан стоить. Цены приблизительно такие же. За сам напиток. Отличный, кстати, маркетинговый ход, чтобы продавать не только напиток, но и, во-первых, это увеличивает чек. Люди ведутся в форме на такую, скажем так, акцию, такой маркетинговый ход. Отлично. Очень красивые украшения, в отличие от чешских, как я уже говорила, ярмарок. Здесь они красивые, но украшения, они идут однообразные. То есть все идет в выдержанном одном стиле. Это тоже красиво. Лаконично сдержанно. Но там они, украшения, идут разнообразные. Все прослеживается вот такой вот, все украшается еловыми ветками, прям вот такими лапами большими, такие красивые украшения вдоль крыши этих домиков по периметру своему украшаются. Очень красиво. Но каждый пытается выделиться чем-то своим. Банты какие-то, игрушки. Все разное. И это очень красиво смотрится, правда. КОНЕЦ 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 Я наслышана была, но я думала, чем же отличается я? Возможно, ассортименту... Я наслышана была тем, что Дрезденская ярмарка самая лучшая, самая красивая. Кто-то говорит, что в Нюрнберге самая красивая ярмарка. Не знаю, мне кажется, каждому свое. Но я думаю, все говорят, красивая, самая лучшая. Чем она может отличаться от других ярмарок? Во-первых, ассортиментом. А во-вторых, украшением и декором. Чем еще может отличаться ярмарка? Очень большое изобилие разных блюд. И очень вкусно, правда, пахнуло. И картофель запеченный, с грибами под разными соусами. И колбаски эти тоже продают. Но они более вкусно пахнут. Либо же их готовят по-другому. Либо же качество продукции другое. Я не знаю, но действительно, это нас очень впечатлило. И когда мы пришли на ярмарку, мы приехали в город, было опасно. Приехали в Дрезден. Но когда мы дошли до этой ярмарки, вот, знаете, погода прям... Вообще, вот бери, фотографируй. Куда ни глянешь, небо стало очень ясным. И появилось солнце. Куда ни глянешь, можно прям везде фотографировать. Все оказалось настолько фотогеничным. Настроение поднялось. Все люди веселятся. Все что-то кушают, пьют, общаются, смеются. Относительно. Кстати, по поводу съемки, хочу сказать, что люди очень спокойно относятся к съемке. Я думаю, что все просто понимают, что много туристов. И всем все равно. Все люди нормально. Вообще, мне в Европе нравится здесь, что... Ну, все все равно. Во что ты одет, как ты выглядишь, это свобода. Свобода самовыражения. Это дает внутреннюю свободу. Ты такой вот какой-то есть. Ты одеваешь то, что ты хочешь. Ты делаешь то, что ты хочешь. И всем все равно. То есть, не то, чтобы все игнорируют, а все нормально это воспринимают. Дальше мы пошли гулять в старый город. Во-первых, по пути мы встретили парад Санта-Клаусов. Я вам вставлю действительно, конечно, кусочек видео. Я душу закрываю. Это было случайно, неожиданно. И так круто. Правда, вот байкеры Санта-Клаус. Довольно взрослые люди, приблизительно 40, плюс-минус лет, у них есть хобби, они байкеры. И они сами выторганизовали такую, скажем так, акцию, оделись все в Санта-Клаусов. Где у них был один олень, в костюме оленя, человек. Это было круто, правда, так очень необычно и классно. И они все поехали развозить подарки нам всем с вами. Это очень забавно, мило смотрелось, классно. Потом мы нашли замечательный парк, который называется терраса. У меня новый телефон. Муж мой любимый подарил, так же, как и эту поездку. Поэтому будем, буду радовать вас лучшими, более качественными видео. Так, сейчас мы пришли в парк. И я уже вижу картинку лучше. Я в фокусе. Класс. Сейчас перекусим и пойдем дальше гулять. Погода сегодня отличная, плюс 5 градусов. Тут открывается вид на реку, Эльбу. И мы ставим фотографию, какой открывается вид. А потом ставим фотографию с другого берега. Потому что в основном все достопримечательности, старое, старый город, весь этот смак, он находится на этой стороне. И мы пошли дальше гулять. по пути рассматривая, по пути рассматривая фотографии, фотографируя эти всякие красивые места, эту архитектуру. Эту архитектуру. взяты были из руин, она была разрушена и восстановлена. Это очень интересно и красиво. И вообще в центре там очень фотогеничный город. Мне кажется, ярмарка эта фотогеничная. Я вам тоже поставила некоторые фотографии. И на фоне голубого неба это было вот так красиво, так ярко, сочно, свежо. В декабрь месяц снега вообще, какой снег, мы не слышали вообще. Ну и никого это не расстраивает. Все гуляют, все отдыхают, наслаждаются жизнью, радуются. Мне кажется, здесь все давно привыкли, что снег бывает. Далеко не всегда Новый год. В том году у нас тоже не было снега. Был дождь, по-моему, днем вообще был дождь. В этом году у нас было, к счастью, сухо. А на 2 января у нас вот все стало белым, замерз туман, сел туман и ударил в мороз. Минус 7, это у нас очень большой мороз, можно сказать, что очень холодно было. И все было белым-белым. Прошли мы через эти достопримечательности центральные и пошли гулять дальше. Правда, это очень красиво. мы послушали рояль, который играл человек. На площади тоже очень красивая, живая музыка. Я никогда не слышала, как звучит рояль. Вортепиано, пианино, да, рояль нет. Очень красиво, очень интересно. Дальше мы пошли через мост на другой берег реки. Там тоже есть определенные красивые достопримечательности, и японский сад, или японский дворец. Японский дворец сзади. Парк. Там вот набережная и на том берегу. Такая архитектура разная, красивая. Кубическая форма. Все деревья кубической формы. Видно? Круто. Там обережная. И здание такое огромное, я не помню, что это, потому что все смешалось в голове. Я не буду рассказывать сейчас, какие именно достопримечательности мы посещали, потому что, естественно, я не помню. У меня с этого дня все в голове смешалось. Мы после этого поехали в Берлин, там свои достопримечательности, там свои. Я готовилась к путешествию и я делала скриншоты каких-то мест, которые бы хотелось посетить. Но у меня все смешалось в голове. Где Дрезден, где Берлин, что в Дрездене, что в Берлине. Кстати, из того, что запомнилось, вот скажем, мы были в Дрездене в Цвингере. Цвингер, это вообще планировалось, когда устроили, это планировалось как оранжерея. Но сейчас там проводятся всякие мероприятия и, как я поняла, там в центре самого двора, внутренней части двора, такой купол стоит, и там написано Wedding Palace или что-то такое, свадебный дворец. я так догадываюсь, что, возможно, там проводятся церемонии. Там очень красивая архитектура этих зданий. Я вставлю фотографии, вы оцените, и лестницы, и статуи эти все. Это так красиво, правда, я видела уже по Европе много всяких больших зданий, архитектуры, но это меня очень впечатлило. Плюс такое яркое солнце, и зеленая трава, небо, и эти вот, ну, оно просто играет по-другому, в такую ясную погоду, это играет совсем другими красками, это красиво воспринимается по-другому. Я буду вставать фотографии, это очень красиво. Если будете в Дрездене, обязательно заходите, посмотрите. Просто. очень понравилось, заполнилось на такую тонкую работу, и такие красивые места, их просто нужно действительно сохранять, беречь, и наслаждаться этой красотой. Это того стоит. Пошли гулять мы на два часика, но в итоге, так как день у нас световой сейчас довольно короткий, поэтому мы прогуляли четыре часа, начало уже смеркаться, и обещал прогноз погоды дождь, поэтому мы уже пошли заселяться в отель. очень классная отель, нам понравился, рецепшн, к сожалению, я не сняла, очень мило у них на рецепшне, мы вечером приехали, у них горели свечи, такие рождественские, рождественские украшения, вот как ветки ели, какие-то там декоративные элементы и красные свечи вот сгорят на десепшне, это было круто, очень красиво, плюс приятные, рецепшнистые, очень классные парни, такие очень вежливые. Когда мы заселялись утром, нас поздравили с Рождеством, сказали, приезжайте на следующий год, встречайте у нас Рождество, это нам подняло немножко настроение, повеселило нас. Нам наш номер обошелся в полторы тысячи крон чешских, но на самом деле этот номер стоит дороже, потому что у нас уже у мужа в Букинге есть уровень Genius, то есть он дает и он дает определенные скидки, бонусы, кстати, если интересно, я могу снять видео, чуть не опоздали на автобус, хотя у нас автобус был, там буквально 5 минут ходьбы вот на этой же улице, где это находится, кто возможно будет в Рездене, хороший отель, он находится в районе вот этого же Девоксала. Мы как раз вышли, перешли дорогу и пошли на автобус. Очень удобно. Немножко мы чуть не опоздали на автобус, потому что мы думали, что вот мы придем, у нас в билете написано первая, вторая оказалась, он стоит на шестой платформе. Мы зашли в автобус за одну минуту до отправления. Все сложилось хорошо, все сложилось гладко, практически без происшествий, мы это не считаем, все же хорошо закончилось. Сделали выводы, что надо приходить заранее. Обычно мы приходим заранее, я не знаю, почему так мы думали, что рядом же мы все успеем, буквально вот 3 минуты идти. Автобусы на Берлин из Дрездена ходят часто, тоже ехали мы перевозчиком Фиксбасс. Почему мы выбираем этого перевозчика? потому что, во-первых, у них очень часто ходят автобусы, можно подобрать удобное для вас время, очень комфортабельные автобусы, Wi-Fi, зарядка, ну на такие короткие рейсы, конечно, чай, кофе не входит в стоимость. Еще мне нравится, что все водители обязательно в белых рубашках, в галстуках, в фирменных, фирменных, в фирменных куртках, то есть все это показывает в брюках классических, это показывает уровень компании, это повышает его сразу же. Автобусы чистые, комфортабельные, новые, вежливые, водители, английский язык, некоторые даже и на русском, и на немецком, и на английском какие-то слова знают, понимают, могут сказать там налево, направо, туда-сюда. В общем, сервис нас вполне устраивает и цены тоже вполне устраивают, довольно доступно, многие люди, как мы видим из своих путешествий, которые живут в Польше, в Чехии, ездят и туда, и сюда, и по Европе, и в Германию, и в Австрию. Много людей путешествуют, и здесь это доступно. вы можете путешествовать как бюджетно, то есть бронировать более недорогое вступное жилье, это есть и хостел разных уровней, и апартаменты, и отели. И вот мы сели автобус и поехали в Берлин. Музыка. 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 Продолжение следует... Продолжение следует...